Всем привет! Смотрите, что у нас тут происходит. В общем, Костя с утра съездил, забрал Катю с Настей буквально на полчасика, чтобы они позанимались своими питомцами. Катя покормила котеночка и ему слегка массирует животик. Вот, посмотрите, какой он пузатенький. Он не перекушал? Не знаю, я уже переживаю, что он сейчас... Ой, я блох вижу, надо сегодня его будет выкупать. Там прям видно блох, слушай. Кто-то мне рассказывал, что у одного котенка блохи всю кровь выпили, и он... Надя рассказывает. Да, поэтому надо срочно избавить его от этих чудовищ. Котенок очень общительный. Катя, ты так и не решила, как его бы вызвать? Батон. Батон? Все, окончательно? Хорошо. Там предлагали Симба и Лев. Симба прикольно, но пока он маленький. Ну да, когда вырастет. Гарфилд предлагали. Гарфилд, вот я бы Гарфилд давно знала. Ну, Батон тоже прикольно, как по мне. Особенно, когда ласковый говоришь, Батончик. Вообще уже неделю. Батон, ты не собирайся. Да я вот того уже дам. Фу. Фу, и закрыл глаза. Лимон, успокойся. Привет. Там просто обрадовался, что ты приехала. Ага, конечно, психовальный. Привет. Смотри, смотри, как он колбасит. Кстати, с кошками он с лапусьей, в всяком случае, нормально уже ладит. Они рядом ходят, лежат. Может, он их обнимать еще будет. Это вряд ли он такой агрессивный. Лапуся парня. Да ничего, он не агрессивный. Не знаю. Конечно. Он просто играется, мне кажется. Ты не видела просто. Притом, что я его два дня кормила. Очень сильно кинулся. Поняла, Катя, не приучай его вот на руки кидаться, реально. Бери игрушку, игрушка, и с ним играй. Слышишь, у него уже есть своя игрушка. Надо лазер попробовать купить. Мне интересно, у кошки будут за ним бегать. Катя, я говорю, не приучай руки кусать, пожалуйста. Ты можешь его? Фу. Он такой большой. Лимончик. Лимончик. Вообще такой здоровенький. Да, он уже как кошка точно. Такой хвост красивый. Фу сказала. Посмотри на него. Как тебя приучить? В туалет, кстати, ходит в тазик. Он пописал туда. Да? Отлично. Ой, ты психованный. Ненормальный. Он мне на мишку сейчас похож, реально. На медведя, да, похож. Очень похож. А, Лимон, фу. Фу. Фу сказала. Посмотри. Фу сказала. Да что такое? Чисто играется. Да он играется, но он не понимает, что он больно делает. Ну да. Фу сказала. Фу. Фу. Как котенок. Может он перерастет, типа станет старше, а не будет такой игривый. Да, нет, 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 все время такие остаются. Игривые? Угу. А, Лимон, ну фу. Фу сказала. Ну он так лишь уши прижимает, значит злится. Что ты сказала? Фу. Лимон, ну что ты такое делаешь? Господи, господи. Он едет с нами, да, на речку? Да. Я хочу вам кое-что показать. Видите на Алисе с буквами Бодик, да? И сейчас мы попробуем нарисовать ей буквы и послушаем, назовет ли она их. Алисенька, смотри. Какая буква? А. А это? О. О, а это? Какая буква? Га. Нет, Га, вот. Вот Г. Да? А это? Га-га. Га-га-га. А это? Б. Баба-ба-ба-ба. Баба, да. Так, а это у нас какая буква? Давайте сложную. Какая буква? Га-га-га. Смотри. Ц. Цыпа. Ц. Цы, да. А это, смотри, какая буква? У. Буква У. А это, смотри, какая буковка? Га-га. П. Папа. 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 Это П. Папа. Алисенька, смотри, а это какая буква? Смотри. Алис. Смотри. Смотри сюда. Алис, какая буква? Ма-ма-ма. Моя умница. Мама-ма-ма. Видите, как она знает буквы? Перед отъездом я кормлю хомячков. Накрошила яблочко, кабачок, брокколи. И сейчас буду им раскидывать. Так, что мы повезем с собой на пляж сегодня для наших друзей и для нас? Вот мне хозяин дома этого дал, поделился смородину. Я, если честно, первый раз в жизни увидела белую смородину. Я даже удивилась и спросила у него, что это. Он говорит, ну, смородина белая. Потом я рассказала об этом Наде. Она сказала, что тоже никогда не видела белую смородину. То есть я не одна такая. Напишите мне в комментариях, видели ли вы. И я сейчас ее помою и возьму с собой. Я думаю, что там на природе ее должны поесть. Для Алисоньки иду во дворе пасочки взять с собой. Сейчас что-то надо выбрать. Красивенькое, удобненькое. Решила взять прям с контейнером. Так закинем в машину, так удобно будет и на пляже. Поставил, и они уже не потеряются. Они в песке, они уплывут. И мы приехали к магазину. Сейчас с собой еще что-то будем покупать. Из еды. Смотри, короче. На этой 600, на этой 500. Ага. Я думаю, должно хватить. Хватит, пошли. Ждем зарплату. Вот это уже будем последние деньги на еду тратить. Но ничего страшного в этом нет. Сейчас, вы идите, я на мойку. Может, я сюда запишу. Хорошо. Бери, выбирай, какие. Печаник решили мы каких-то вкусных купить. Здесь такой выбор большой, что можно какие угодно выбрать. Как все? Больше вкусных нет? Не вижу. Алиса сейчас нам поможет выбрать, да, Дотик? Я думаю, крекер все любят взять. Крекер. Он, правда, здесь какой-то поломанный такой. О, вот есть целенький. Лариса просила нас купить лимонады. Она очень любит такое. И мы сейчас возьмем пепси-колу, фанту, я думаю. Я думаю, смысл взять всем по мороженке. Так, сколько у нас человек? Надя, Костя, Даша. Лариса, Назар, Сережа. Настя, Катя, бабушка. Костя, Костя, я и Алиса. Вот такая куча. Получилось у нас две вот такие тележечки. В этом магазине больших тележек нет. И теперь придется стоять в очереди. Я взяла две банки тушенки в кашу. Там есть гречка. Будем варить кашу. И набрали мы три пакета вместе с мороженой. И еды. Такое нет. Вот то, что купили, можно. Где оно, то мороженое? А вы что, лучше расставить? Ороженое надо было на руках оставить. Так что ты думаешь, что можно? Да ладно. В общем, потратили все почти. С карточек, Костя. Будем надеяться, что сегодня зарплата придется. Вкусно это мороженое? Не, я против, не хочу. Просто скажи. Ой, Боже, Масик. Зажарился. Сейчас куб-куб поедем, Алисенька. Куб-куб поедем. Все, мы на месте. Давай бегом мороженое надо нести, потому что оно сейчас моментально растает. Надо очень быстро с мороженым туда идти. Алися, мы куда приехали? Лисенкин, иди сюда, я тебе шапку поправлю. Иди поправлю. Сама надевала, небось, да? Пошли куб-куб, идем. Мам, возьми пакет, Алисенька. Лебедя убедем. Костя, смотри. Идем загруженные все. Я несу тоже вот это с пасочками контейнеры, умудряюсь еще одной рукой снимать. Хорошо, что есть палка, на которой стоит фотоаппарат, иначе так бы не получилось. Кто-то спит, брат мой спит. Тут уже, в общем, гулянка ночью по полной прошла. Напоминаю об этом у Нади на канале, и у Ларисы можно будет посмотреть. Хорошо вы устроились. Они все на матрасе, куча малая. А на Косте, глянь, мам. А Костя на нашем... Не, не на нашем стуле. Это наш стул или не наш? Наш? Что он такой узенький? Эй, народ! Идите, мороженое растает! Алиса с них смеется, что они плавают. Смотрите. Девки, мороженое бегом, давайте, потает. Кто его нес? Чего стоим? О, Костя проснулся. Давайте разбирайте мороженое, потому что оно реально растает. Тут на всех. Разбирайте. И рыбу словили. Бедная рыбка. Спасибо. А мы ее сейчас выпустим. Снимешь? Да. Мы хотели Алисе показать, потому что она уже переворачивается. Хорошо, да? Ты нас в рай просто отмыл. А я не встал. Вообще дурак, блин. А! Не ввели ее! Ты вот там в этом мороженом. Атюха все раскладывает. Ты понимаешь, зачем я салфеток набрала? Ну да. О, Алиса мороженку просит. Али, не, мам, не давай, я ей купила. А, ты Куб-Куб зовешь, да, бабушку? Настя, Моша тоже хочет выйти уже. За счет. Так, мам. О-о-о.